Доброе утро, дорогие друзья! Вот прошло 48 часов, и мы как понимаем, что Иран не наважился, так по-украински говорят, не получил смелости сделать то, о чем они заявляли. Но при этом угроза обстрелов Израиля со стороны Ирана, как часть возмездия какого-то, не остается лимитированной. Другими словами, многие СМИ по миру и правительство Израиля не откладывают в тревогу. Наоборот, говорят, что по причине Рамадана Иран передвинул свои планы. Но по окончании, ведь большая вероятность, что они будут атаковать массу дронами-шахедами, которые они делали для Российской Федерации, потом сделали там завод. Сами готовятся к такой массовому удару по Израилю. Поэтому мы просим вас продолжить молитву, которая идет за Израиль и людей в Израиле. Сама земля – это часть Божьего плана. Люди Израиля и евреи – это часть Божьего народа. И все те, кто примкнули к ним, являются частью Божьего плана. Я верю, что это важное время для нас, для молитвы. Перед Песахом опять у нас приближаются праздники. И, как всегда, враги Израиля будут готовить какие-то пакости, которые отражаются на всем Израиле. Выходя из нашего офиса, здесь в Кармеле, мы ждем людей, которые скоро подойдут. Они сидят на лавочках. Я спросил, как вы, что вы. И они сказали, не боимся никого, кроме Бога моего. То есть они уже настроены, что не надо бояться, нужно молиться. И давайте присоединиться к ним. Спасибо вам большое за участие в молитве за Израиль и, конечно же, за Украину. Массовые обстрелы, планы Путина и остальных диктаторов в этом мире да не состоятся.